Как понять эту латвийскую душу? Этим вопросом задался продюсер российского рок-фестиваля Кубана. Илья Астровский не понимает, почему на его Open Air в центре Риги было так много европейцев. И как их привлекать из-за низкой посещаемости Кубана вряд ли даже окупится из Латвии Анастасии Тимоничева. На Кубане вечернее шоу от Рижского Шепетон. Артистов почти столько же, сколько зрителей. По 20 человек. Больше людей за все дни фестиваля собрать не удалось. Выступить, несмотря на почти пустой шатер, артисты решили, чтобы самим размяться и потренировать животных. Заработанных 100 евро, труппе из трех семей, латвийских и итальянской, не хватит даже на совместный ужин. На обыске прям большие, ну вот, Джиммер. Ну, простой, зарплаты, конечно, 4 дня работы. У хозяина этого аттракционная арифметика тоже простая. За все дни Кубаны орбиту он запускал раз 50. Билеты по 5 евро. Минус почти 200 за аренду, а еще зарплаты. По суммам, ну, это будет где-то 200 точно будет, там, по теле уже. Люди мало, потому что погода тоже портит это все. Дефицита посетителей не почувствовали разве что в паре палаток фудкорта. А жители кемпинга даже нашли свои плюсы в низкой посещаемости фестиваля. Нам, конечно, да, можно сказать, что на руку, в принципе, такая душевная атмосфера. Здесь очень много своих, которые были в предыдущие годы. Зато у вас в душ не было очереди, правильно? Да, в душ и все хорошо. Это важно. В этом году на российскую Кубану с латвийской пропиской приехали самые преданные поклонники. В основном из России. До этого ездили в Краснодарский край. В 2014-м из-за финансовых проблем фестивалю пришлось искать новую площадку. И подходящая нашлась только в Риге. Главный идеолог Кубана Илья Островский не понимает, почему массово не поехали европейцы. Ведь среди выступающих немецкая группа Гуана Ипс, американская Гарбич, финны и 69 Айс. А главный вопрос, где латвийский зритель? Open Air проходит на острове в центре Риге. За рекой жилые дома. В парке сотни гуляющих. Переходим под мостом и оказываемся в другой части острова. Рижский парк. Сюда приезжают люди со всей Латвии. Практически всегда многолюдно. Получается, вот в нескольких метрах потенциальная аудитория фестиваля. В фестивале, а на ближайший час и наше. Мы взяли флайеры, идем рассказывать про Кубану и приглашать на заключительное шоу. Сегодня там с четырех часов вход и разные артисты. Гарбич, Нагана, Баста. Ты, наверное, знаешь Басту, да? Не знаешь Басту? Он в Германии. Вы пойдете туда? Не знаю. А почему? Ну, это последний день, если хотели бы, на фестиваль. Я бы был раньше даже. А в каком случае вы бы точно пошли? Если бы что? Если бы ГОФ был? Ну, почему вы даже не читаете, кто выступает? Потому что я не пойду туда. Всего 15 евро. Нет, мы бы не пойдем. Это дорого, да? Маленькие дети, конечно. А из российских музыкантов есть такие, на которых бы вы точно... Гребенщиков. Гребенщиков. Жители объясняют, в Латвии избалованная публика. И здесь ждут либо конкретных, любимых исполнителей, либо какого-то необычного формата. В Латвии очень много фестивалей. И они все, грубо говоря, проходят в течение одного месяца. И просто, я думаю, что просто финансовый вопрос больше всего. Последние годы Кубана не приносила прибыли. И, видимо, 2016-й не станет исключением. Но у фестиваля есть верные друзья, артисты и зрители. И очень упорный вдохновитель, который не намерен отказываться от мечты делать концерты мирового уровня. Анастасия Тимоничева, Павел Фомин. Live Riga. Латвия.